Добрый день дорогие друзья! Чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов, я сразу же отвечу на один самый главный. Почему я в этой треуголке сегодня? Эту прекрасную треуголку я купил в Венеции, а на площади у палаца даже их. Я одеваю эту треуголку, когда хочу рассказать о чем-нибудь романтическом. Так вот, сегодня мой небольшой рассказ будет о очень романтическом, приближающемся событии. Недавно, буквально несколько дней назад, позвонил мне мой школьный товарищ, школьный товарищ Толя Лебедев. Мы учились с ним в одном классе, в одной школе, 29-й средней школе Василеостровского района, на углу Малого проспекта и 12-й линии. Толя позвонил и сказал, Боря, а как ты смотришь на то, чтобы в этом году встретиться с одноклассниками и отметить 50-летие окончания нашей школы? И тут я вспомнил, боже мой, действительно прошло уже 50 лет, как мы закончили нашу школу, 50 лет. В 72-м году мы закончили среднюю школу, закончили обучение, закончили 10-й класс, сдали экзамены и уже, можно сказать, пошли во взрослую жизнь. 72-й год. 50 лет прошло и Толя Лебедев, который всегда был на протяжении вот этого периода, вот уже с момента окончания школы по сегодняшний день. Он всегда выступал организатором этих встреч наших юбилейных, или не обязательно юбилейных, но просто встреч одноклассников. И вот он позвонил и сказал, что надо отметить. Действительно, поскольку 22-й год, вот он заканчивается, но действительно 50-летие, это серьезная дата. И вот пошел процесс подготовки. И тогда я решил, я у него спросил, Толя, а что там? Он говорит, Боря, а я там тебе пришлю фотографию от предыдущих встреч. Я говорю, слушай, а может есть фотографии, которые там вот, ну, тех лет обучения, там что-то? Ой, ты знаешь, у меня нету, я вот ни у кого. Тогда я решил поискать, а что у меня осталось, какие там школьные фотографии или еще что-либо. Ну и, естественно, нашел вот этот альбом. Альбом, вот, на котором написано 29-я школа, 10-й Б-класс. Вот тут контуры Петропавловской крепости. Выпуск 1972 года. Ленинград. То есть еще это Ленинград, Ниссанкт-Петербург. Ну и есть еще небольшая пачка школьных фотографий, которые, слава Богу, у меня сохранились. Вот я и хочу один из роликов, а их будет несколько, посвященных вот встрече выпускников, которые я подготовлю, которые состоятся через неделю. Вот один из рассказов, это вот сегодняшний, который я и хочу показать вам, дорогие друзья, вот наш этот школьный выпускной альбом и несколько фотографий. Да, ну вот выпускной альбом, он начинается с фотографии каждого ученика, ну на первой странице альбома. Вот мы видим фотографию ученика 10-го Б-класса Боришна Иваса, таким, каким он выглядел в 1972 году. Вот после фотографии каждого из героев, из учеников 10-го Б-класса на первой странице, вот вы видели меня, на второй странице идет такой коллаж из фотографий педагогов наших. Ну вот директор школы, директор школы Григорьева, Надежда Ниловна, по-моему ее звали, Н.Н. Ниловна, такое вот отчество редко встречающееся. Она была директором и преподавала историю. Выше ее, вот такая черная, ну вообще была очень яркая женщина, это Каполеани Татьяна Николаевна, она преподавала химию у нас, химию. Ее любимчиком был Саша Кузьмин, мой школьный друг, товарищ. Она ему иногда даже доверяла проверять контрольные работы. Каполеани Татьяна Николаевна, преподаватель химии. Буданова Маргарита Львовна, такая невысокая женщина с рыжими волосами в возрасте. И, по-моему, она курила беломор. Ну, не в классе, конечно, курила, а так вообще курила. Зоя Васильевна Волкова. Она преподавала у нас физику и, по-моему, до восьмого класса она была у нас классным руководителем. Зоя Васильевна Волковой связана одна из юмористических историй, которые я часто рассказываю. Эта история называется Шнейвас и порнография. Такая вот юмористическая история, как-нибудь ее я расскажу. Зоя Васильевна там выступает одним из главных героев, ну, или главных героинь этого рассказа. А это Колодезная Сортина Борисовна. Это преподаватель русского языка и литературы. Она была нашим классным руководителем в девятом и десятом классе. Преподавала русский язык и литературу. Но это далеко не весь преподавательский коллектив 29 средней школы, но одни из. Перевернем страницу дальше. А вот на следующей странице вы видите меня, Шнейвас Борис, выпускник десятого Б-класса. А дальше идут вот эта Лена Новикова и Лена Пирман. Это две подруги. С той, с другой я учился с первого класса. Там вот наши, не все одноклассники, там мы все, не все мы учились с первого класса, но вот Новиковый Пирман, это моя одноклассница с первого класса. Так, вот здесь у нас мы видим Наташу Маркову. Наташа Маркова очень нравилась моей маме. Мама всегда восторжена. Они говорили, какая девочка, какая девочка. А это Лена Тамбовцева, вот девушка с такими грустными глазами, такими очень глубокими. Лена Тамбовцева. Невысокого росточка, но очень была всегда такая активная, энергичная. А это Антонов. Я не помню, как его звали. Сеня, что ли? Точно не помню. Антонов, вот он, это был, ну можно сказать, пришлый из тех школьников, которые пришли к нам, когда они пришли там, уже в старших классах, там вот целая группа товарищей пришла там из гавани, да, вот они пришли. Так, переворачиваем следующую страничку. Так, вот здесь у нас, значит, это Суханова. С ней мы учились с первого класса. Оля Заикина. Насколько я помню, всегда она была и пионерской, и комсомольской активисткой. Это Алла Степанова. Сергеева, господи, Степанова. Это Алла Сергеева. Тоже с ней мы учились и самого первого класса. Вот на этой странице у нас Таня Бендич. Это тоже моя одноклассница, не спетая песня моя Таня Бендич. Жила на десятой линии, ближе у самого почти среднего проспекта. Сейчас, по утверждению друзей-одноклассников, живет в Германии. А это Толик Лебедев. Вот он, можно сказать, модератор, организатор всех наших школьных встреч. Толи Лебедев. Это Степанова, Алла. Аленка Степанова. Как-то раз там мы с Сашей Кузьминым соревновались в написании стихов, и вот ей было написано сразу же два стихотворения. Но это в десятом классе мы с ним соревновались. Мое стихотворение, посвященное Степановой, оно сохранилось. Так, переворачиваем. Дальше страничка. Так, на этой странице у нас красавец, иного слова не знаешь, Красько Вася, Вера Громова. Девочка тоже очень с глубокими, карими глазами. Всегда ходила в очень коротких платьях и коротких юбках. Показывала свои прекрасные ножки. А это Щелоково, да, по-моему, Щелоково. Вот здесь, на этой странице у нас Ира Морозевич. С ней мы учились с первого класса. Ира Морозевич. Павлов. У нас пока звали Павлова. Тут написано. Кто ли, что ли? Не помню. Павлов. Иванов С. А кто он был? Сеня? Не помню. Но это тоже вот из тех, которые нам добавились уже в старших классах, ребята. А с Ирой Морозевич мы учились с первого класса. Так, вот на этой странице, значит, это Саша Кузьмин, мой самый близкий школьный друг. И спортом с ним, греблей, начинали вместе заниматься. А рядом с ним это Алла Акчурина. Алла Акчурина, она жила в том же доме, что и я, по 11 линии, дом 58. Но я жил, можно сказать, там с окнами на улицу. Алла жила своей семьей там в глубине двора. Ну, или, как говорят, там на заднем дворе. А это ее подруга Надя Никитина. Так, следующая страница. Это у нас, значит, Толя Добужинская. Она жила в соседнем доме по 11 линии. С ней мы учились тоже с первого класса. Это Медведев. По-моему, Лева. Ну, Игорь Попов. Игорь Попов, красавец. Школьник, красавец, мужчина. Переворачиваем следующую страничку. Так, здесь у нас, вот, это, можно сказать, тоже такая тройка была в школе, можно сказать, неразлучная. Вот в центре Люда Полищук. Очаровательная, обаятельная. Вот здесь это Витя Гейман. Ну, насколько помнится, уже, к сожалению, ушедший из жизни в мир иной. Володя Ковальков. Он с Ковальковым даже мы уже гораздо позднее там сталкивались по работе. В тот период, когда уже после увольнения из армии я работал в Ленинграде. Да, вот, Володя Ковальков. Следующая страница, это у нас, значит, в центре, это Терентьев. Это у нас Эля Трескунова. А с этой стороны Александрова. Вот, не помню, как ее звали. По-моему, Мина, что ли? Точно не помню. Вот уже память уходит. Да, ну вот и все. Вот и весь альбом. Вот мы пробежали. Да, ну вот некоторые, несколько фотографий школьных лет. Вот это фотография 1962 год. Это я вот в школьной форме. Ну, она черно-белая, поэтому не очень понятно, какого она цвета. Но эта форма была такая, она серая, можно сказать, мышинного цвета. Но что характерно, вот я был один из немногих учеников, кто пошел в школу в фуражке. Вот у меня наверху видна фуражка. А фотография эта сделана в садике, который расположен вот рядом с церковью. Это садик, вот он идет, занимает там вдоль малого проспекта от восьмой линии к седьмой линии. И там рядом церковь, по-моему, Благовещение. Вот это 1962 год. Вот Боря Шнейвас готовится идти в школу. Следующая фотография вот такая небольшая. Да, давайте сейчас попробуем ее увеличить. Вот оператор увеличил. Вот здесь это я сижу, Боря Шнейвас. Очевидно, это где-то класс уже второй, третий. Рядом со мной Таня Ишумова. Она не училась в нашей школе. Это просто, ну, будем говорить, моя знакомая. А вот здесь вот, с этой стороны, вот это Надя Никитина. А Лакчурина, это вот видно, что стол накрыт. Это мой день рождения. Вот с этой стороны вот сидели мои друзья Саша Кузьмин, еще там Юра Герасимов. А вот здесь вот сидит мальчик, его зовут Додик. Поскольку у него всегда был насморк, то его все дразнили сопливый Додик. По прошествии многих лет уже стали вспоминать. А кто же это за Додик-то? Так это не Додик, это Давид его звали. Давид. А фамилия его Трактовенко. Это вам ничего не напоминает? Да-да, вот этот сопливый Додик вырос со времени в Давида Трактовенко. В известного питерского миллионера, можно сказать, миллиардера, олигарха, председателя правления Промстройбанка. И один из, можно сказать, людей, который поддерживал, да и, наверное, и до сих пор поддерживает Ленинградский Зенит, председатель правления Промстройбанка Давид Трактовенко, вот за одним столом на дне рождения уборщины его сына. Такая вот интересная история. И Алла Акчурина вот сидит рядом с ним. А Додик, почему он здесь оказался? А он, по-моему, жил в одной квартире с Аллой Акчуриной. Вот я и позвал там свою одноклассницу, ну, еще и Додик пришел. Так, дальше. Вот дальше такая фотография. Это я пионер. Пионер всем ребятам пример. Но это где-то класс, наверное, не знаю, четвертый или пятый класс. Дальше. Вот фотография, это уже гораздо более старшая, да, вот старшая фотография. Это какой-то школьный вечер. По-моему, это уже класс седьмой или восьмой. И это я танцую с Наташей Марковой. С Наташей Марковой. Вот какой-то был вечер чему-то посвященный. Ну, и тут вот танцы на школьном вечере. Бориш Невос и Наташа Маркова. Это может быть, ну, наверное, несколько позднее. Тоже какой-то школьный вечер. Что-то я куда-то мечтательно смотрю за столом. Какие-то там стаканы или чашки. А вот здесь, вот здесь это выпускной вечер. Но это выпускной вечер, это, наверное, после, после, это, восьмого класса, возможно. Сейчас попробуем покрупнее дать. Да, давайте вот так вот. Значит, итак, попробуем узнать. Тоже здесь изображен. Ну, вот, ближе всего, это Лена Тамбовцева. Да. Далее, вот, это Алла Степанова. Это Таня Бендич. Наташа Маркова. Лена Новикова. И Лена Пирман. Вот все вот девушки-красавицы. Здесь вот видны на этой фотографии. Тут вот тянут куда-то руки. Тут за какими-то пирожными, там, чем-то. Так, следующая фотография. Вот такая небольшая, не очень хорошего качества. Но здесь тоже все узнаваемые. Ну, пойдем, значит, слева направо. Это Борешневос, это я. Дальше Игорь Попов. Это Павлов. Это у нас Гейман, по-моему, да, Витя. Вот Медведев. А Ковальков, значит, ему рожки вот еще и показывают. Вот такая вот компания. Я не помню, где это мы фотографируемся, что-то. Но это не наша школа, это где-то, наверное, в каком-то дворце или доме пионеров. Потому что вот такой лестницы, которая вот обшита какими-то вот деревянными панелями, такой я в нашей школе не было. Следующая, значит, фотография. Вот это точно я могу сказать, что это фотография уже мероприятие, когда нам включались, значит, выпускные документы. Это аттестат среднего образования, аттестат зрелости. Значит, пойдем снова слева направо. Вот, значит, это виден я. Дальше сидит Наташа Маркова, чем-то недовольная челюсть. Как-то вот так вот подбородочек поджало. Дальше Люда Полищук. Вот не видно лица, но это по прическе видно, что это Оля Добужинская. Далее, вот Вася Краськов. А вот в него вцепилась прямо вот его рукав Лена Тамбовцева. Не знаю, что она хочет от него. Но вцепилась прямо вот когтями в руках и не хочет Ваську отпускать. Вот Лена Тамбовцева. Такая вот интересная фотография. Далее, вот здесь вот интересная фотография. Это тоже такое выражение у Игоря Попова. Это Боря Шнейвес и Игорь Попов. Такие вот Боря Шнейвес куда-то в кость там смотрит. Игорь Попов что-то язык высовывает. Что-то непонятно, какое-то выражение лица. Так, здесь, значит, здесь. Это тоже выпускной экзамен. Ну, дни какие-то выпускные. Это я остаюсь с Наташей Марковой. Ну, про Наташу Маркову я уже говорил, что эта девочка очень нравилась моей маме. Вот такая вот Наташа Маркова, как итальянская какая-то киноактриса. Ну, и Боря Шнейвес весь такой в костюме, при галстуке там. Следующая фотография. Она тоже видно, что это, ну, видно, что девочки одеты очень так. Это ярко. Мальчики, это, при галстуках, рубашках. Тоже выпускной экзамен. Вот, с одной стороны, это Лена Тамбовцева, с другой стороны, Люда Полищук. Вот они тоже так меня это держат. За рукава. Очень интересная, веселая фотография. Следующая фотография, это мальчики. Ну, вероятно, все это в один день. Фотографировалось. Это вот Боря Шнейвес, Володя Ковальков. Вот эти два парня, они из нашей школы, но не из нашего крыла класса. Я вот их не помню, как их зовут, фамилии. А это Игорь Попов. То есть, вот из нашего класса Шнейвес, Ковальков, Попов. А эти два из параллельного класса и другого. Так, далее. Ну, это фотография, фотография, да, тех времен тоже, тех времен. Не знаю, тут девятый, наверное, класс или десятый. Вот видно у меня тут значок этот, кубок Большой Невы. Это значит, мы уже с Сашей Кузьминовым занимались спортом, там, академической гребли. Следующая фотография. Ну, это такая, я бы сказал, объединяющая фотография и школьные годы, и уже занятия спортом. То есть, вот это Боря Шнейвес, это я. Это Саша Баулин и Андрей Евграфов и Саша Кузьмин. Ну, в тот период, там, это был такой период, когда мы все там занимались греблей. Греблей в одной команде, восьмерке, академическая гребля. Но вот Саша Баулин и Андрей Евграф, они были в команде. А вот к нам, наверное, пришли в школу, просто на какой-то, может быть, вечер, на танцы. Так, эта фотография вот у меня. Фотография очень хорошая. Это Саша Кузьмин. Ну, эта фотография, наверное, попала в выпускной альбом. Так, мой школьный друг Саша Кузьмин. Вот эта фотография, судя по всему, судя по всему, эта фотография уже, наверное, я так думаю, через год, после окончания школы. То есть, это я вот точно помню, это мы пришли 1 сентября в школу, пришли посмотреть, как дети идут в школу. Итак, кого мы здесь видим? Вот сзади, вот стоит самый высокий, получается, Саша Кузьмин. Вот Лена Тамбовцева стоит. Вот Люда Полищук. Ира Морозевич. Это стоит вот в белом плаще или пальто. Это Наташа Маркова. Вот сзади там в спортивном каком-то таком обличье стою я, Боря Шнеевос. Чуть дальше, по-моему, это Лена Пирман вот выглядывает. Дальше стоит вот Таня Бендич. Это стоит Лена Новикова. А вот за Леной Новиковой вот там стоит высокий парень, блондин. Это Первонин. Это ее муж. Лена Новикова одна из самых первых там после окончания школы вышла замуж. А Первонин, он учился, ну, на год или на два, он старше нас был. Лена была в него, судя по всему, влюблена еще в школе. Ну, и когда закончили школу, значит, она вышла за него замуж. Первонин после школы он поступил в высшее военно-морское училище имени Фрунзе на Васильевском острове. То есть вот здесь это уже как бы все уже тут взрослые люди. Такая вот интересная фотография. Через некоторое время появилась еще одна вот тоже интересная такая фотография. Это я в форме курсанта высшего военного инженера-строительного краснонавяного училища. И Саша Кузьмин в белом плаще. Это фотография. Вот видно сзади там некая инженерная техника. Эта фотография сделана в музее инженерных войск и артиллерии. Это напротив Петропавловской крепости, на кронверке Петропавловской крепости. Это в день, когда я принимал присягу. Вот у меня на плече там автомат Калашникова, форма курсантская. То есть вот я пошел в военное училище, а Саша Кузьмин, он тогда учился в Ленинградском кораблестроительном институте. Ну, он пришел просто вот к школьному другу посмотреть, как его школьный друг Боря Шней воспринимает присягу. Вот такая тоже интересная фотография. В первой погожей сентябрьский денюк Робко вводил я подсветные своды. Первый учебник, а первый урок Так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, Дружбые с книгой, с песней. Как они быстро летят, Их не воротишь назад, Разве они пролетят без следов? Нет, не забудет никто никогда Школьные годы. Вот на груди алый галстук расцвет, Юность бушует, как вешние воды. Скоро мы будем вступать в комсомол, Так продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, С дружбой, с книгой, с песней. Как они быстро летят, Их не воротишь назад, Разве они пролетят без следов? Нет, не забудет никто никогда Школьные годы. Жизнь — это самый серьезный предмет, Радость найдем, Подолеем неизгоды, Красная дождь и сенья, Свет. В годы кончаются, школьные годы. Школьные годы чудесные, С дружбой, с книгой, с песней. Как они быстро летят, Их не воротишь назад, Разве они пролетят без следов? Нет, не забудет никто никогда Школьные годы. Нет, не забудет никто. Нет, не забудет никто никогда Школьные годы. Ну, вот такой вот короткий рассказ, так сказать, по материалам воспоминаний. Выпускной альбом, 29-я средняя школа, 10-й Б-класс, Ленинград, 1972 год. И вот пачка фотографий. Ну что же, вот готовимся к встрече выпускников. 50 лет назад закончена была средняя школа, и мы готовимся к этому праздничному мероприятию. Пока что вот этот сегодняшний короткий рассказ, этот, так сказать, предваряет нашу встречу, которая состоится через неделю. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok